Облкиновидео снова в криминальных сводках. В отношении руководителя предприятия возбуждено очередное уголовное дело. После прокурорской проверки стало известно, что по вине генерального директора Виталия Попова областной бюджет потерял значительную сумму. В Солилецке кинотеатр был продан в несколько раз ниже его рыночной стоимости. По версии прокуроров и следователей, в ноябре 2011 года генеральный директор Облкиновидео Виталий Попов продал здание кинотеатра «Октябрь» частной компании. Произошло это в городе Солилецк. Собственником имущества на тот момент являлось региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. После того, как Попов смог заполучить их согласие на продажу здания, в Солилецке кинотеатры был продан частной компанией «Инвест» победителю торгов за 4 миллиона рублей. По мнению прокуроров, реальная стоимость проданного имущества составляет почти в пять раз больше – около 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сегодня нам удалось связаться с подозреваемым Виталием Поповым по телефону. В данный момент только от вас узнаю. То есть про Солилецк вы и не слышали? Там, значит, здание кинотеатра было продано компанией «Инвест» победителю торгов за 4 миллиона рублей. Прокуратура считает, что его стоимость – 18 миллионов, реальная. Кинотеатр Солилецк был реализован путем через торги два, по-моему, года назад, а к уголовному делу отношения здесь, по-моему, никакого не имеется. Возбудили уголовное дело, что мошенничество в особо крупных? Ну, пока без комментариев ничего я не видел, еще не читал, меня никто не знакомил. Я еще об этом ничего не знаю. Напомним, с октября 2012 года генеральный директор ГУП «Облкиновидео» по ходатайству следователя временно отстранен от занимаемой должности. Расследование этого уголовного дела взяли под контроль в областной прокуратуре. Также контролируется и процесс ранее возбужденного уголовного дела, в рамках которого директор «Облкиновидео» Виталий Попов обвиняется в совершении преступления злоупотребления полномочиями вопреки интересам коммерческой организации.